МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Снег и лед против лопаты и песка. Как происходит уборка городских улиц зимой? Опережающими темпами на какой стадии находится строительство новой школы на улице Зорге? С заботой о ближних благотворительной акции «Мы помогаем» продолжается. Далее расскажем обо всем подробно. Зима не спешит вступать в свои права. Столбик термометра скачет из плюса в минус. Снег сменяет дождь и наоборот. Такие температурные качели осложняют уборку дворов и улиц. Снежные заносы через несколько дней замерзают и превращаются в ледяные глыбы. Тротуары тоже покрываются коркой льда. О том, как коммунальные службы справляются с расчисткой города, расскажем в следующем репортаже. Переменчивая погода не дает расслабиться коммунальным службам. С начала недели управляющие компании усиленно устраняют во дворах последствия зимних осадков. Большинство домов в нашем городе обслуживает МУП «Центр ЖКХ». Когда выпадает снег, во-первых, проходит за один раз трактор, чтобы был проезд. Во-вторых, очищаем первоочередные дорожки транзитные, по которым люди могут проходить. И подходы к подъездам. Специалисты занимаются расчисткой придомовых территорий с 7 утра, чтобы к тому моменту, когда жильцы пойдут на работу, коммунальщики успели убрать снежные завалы и посыпать наледи песком. По словам ведущего инженера по благоустройству МУП «Центр ЖКХ», снегоуборочной техники хватит, чтобы справиться с капризами природы. «В «Центр ЖКХ» более 25 единиц техники, плюс при форс-мажорных обстоятельствах мы привлекаем сторонние организации технику. То есть это и частники бывают у нас и для вывоза снега, и для чистки территории». Осложняют работу коммунальщиков неправильно припаркованные автомобили. Жильцы оставляют свои машины у подъездов, что затрудняет, а иногда делает невозможную механизированную уборку снежных масс. Расчисткой проезжей части и общественных территорий занимается дорожное эксплуатационное предприятие, в распоряжении которого более 50 единиц техники. Насколько управляющие компании и городские службы справляются со своими задачами, мы узнали у саровчан. «Когда выхожу из дома ближе к 10, уже все посыпят, особенно внутри двора». «Иногда вообще пройти невозможно. Думаешь, упадешь, вот-вот, ведь упало». «Уже чищают хорошо, но не всегда посыпано». «Так есть проблемы с наледи, да?» «Скользко, да, скользко». «Все равно чистят, конечно. Чистят. Я могу пройти, видите, я с плюшкой прохожу». Сотрудники Департамента городского хозяйства напоминают местным жителям, что парковка на улицах во время работ по уборке снега запрещена. Водителей, которые нарушат это правило, будут привлекать к административной ответственности. Посмотреть график уборки придомовых территорий и улиц можно на сайте городской администрации. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В этом году в рамках нацпроекта образования начали строить новую школу на улице Зорге. Работы идут опережающими темпами. К концу года подрядчик перевыполнил план на 20%. Компания ТСК закончила работу нулевого цикла, чтобы в следующем году начать возведение стен. Подробности далее. На улице Рихарда Зорге в рамках нацпроекта образования продолжается строительство новой школы. Учебные заведения будут рассчитаны на 600 учеников. Оборудованы тремя спортивными залами. Во дворе планируется устроить пришкольный стадион. Также здание будет полностью оборудовано всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделаны все земляные работы. Сделан нулевой цикл. Это подготовка для того, чтобы на следующий год можно было начинать возведение стены и дальше идти. Нулевой цикл – это уже полностью готовый объем работ, позволяющий дальше возводить все стены и переходить к отделочным работам. Напомним, конкурс был разыгран в сентябре. Подрядчиком стала строительная компания ТСК. Она хорошо зарекомендовала себя, сдав дорогу на улице Семашко раньше срока. Строительство школы обойдется в 582 миллиона рублей. В этом году на возведение здания выделили 82 миллиона из областного бюджета. Когда подрядчик выполнил все запланированные работы с опережением графика, администрация обратилась в область с просьбой направить дополнительное финансирование в размере 20 миллионов, чтобы сдать школу раньше намеченного срока. В этом году мы выполнили на 102 миллиона объем работ. Работы все выполнены качественно, все выполнены в срок. И есть предпосылки, что и дальше все так же будет успешно двигаться. Работы по строительству новой школы будут продолжаться и зимой. В планах у подрядчика до нового года закончить укладку фундамента и приступить к возведению стен. Проект рассчитан на три года, перенести уже на 21 год. То есть, чтобы в зиму мы 20-21 года ушли уже, чтобы школа имела закрытый контур, чтобы было там отопление и вот эти осенние, зимние месяцы можно было бы внутри школы проводить работу. Планируется, что в сентябре 2021 года ребята пойдут в новую школу. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. 20 декабря во всех отделах ЗАГС Нижегородской области пройдут дни открытых дверей. Тематические мероприятия направлены на привлечение молодых специалистов в органы государственной власти и формирование положительного образа госслужащего среди молодежи. Сотрудники расскажут об истории ведомства и об основных направлениях деятельности современных органов ЗАГС. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2022 года. Подписанный Владимиром Путиным документ вступит в силу с 1 января. Напомним, с 2014 года 6% от заработной платы россиян направляется в страховую часть пенсии. Ранее граждане могли сами распорядиться своими отчислениями в накопительную часть пенсионной системы. Например, сформировав собственные пенсионные накопления. О том, за что могут оштрафовать дачника, расскажут по телефону. В пятницу 20 декабря в управлении Росреестра в Нижегородской области пройдет горячая линия по теме о размерах штрафов за нарушение земельного законодательства. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Екатерина Валерьевна Якимова. Звонки будут принимать по номеру 8 831 411 85 36 с 10 утра и до полудня. Воспитанницы спортивной школы ИКАР приняли участие в турнире по художественной гимнастике «Снежный карнавал». Соревнования прошли в Арзамасе. В личном первенстве победу одержали Анна Белоусова и Екатерина Капустина. Команда юных соровчанок «Конфетти» стала серебряным призером турнира. Девушек подготовили тренеры Мария Бурзаева, Екатерина Колганова, Ольга Матиенко и Елена Пугачева. До Нового года остались считанные дни. Уже вовсю идет подготовка к празднику, люди украшают дома и ставят елки. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает о штрафах за незаконную вырубку хвойных деревьев. Елку можно на законных основаниях приобрести на новогодних базарах или в ближайшем лесничестве. О том, как это сделать, расскажем в следующем репортаже. Не шура, а гирлянда сувенира. Но главное украшение новогоднего праздника – это, конечно, елка. Без нее не обходится ни одно торжество. Какое дерево ставит дома искусственной или настоящей пахнущей хвоей и смолой, зависит от личных предпочтений. Приобрести живую елку можно, не выезжая за пределы города, на новогоднем базаре. Какой же новогодний базар без наших живых елочек, которые прибудут в продажу, вернее, поступят с 16 декабря, а приедут они из питомников Бензинской области. Тем, кто хочет срубить елку в дикой природе, нужно обратиться в ближайшее лесничество, где им подскажут, как это сделать законным. На территории лесопарка нашего города вырубка сосен и елей даже в преддверии новогодних праздников запрещена. Это связано с тем, что лес очень сильно пострадал в пожарах 2010 года, и сейчас экосистему нужно восстановить. Заодно незаконность рубленной дерева хвойных пород нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа вырастет до 200-300 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде прошел шестой региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia 2019. В нем приняли участие 450 конкурсантов, студентов колледжей со всей Нижегородской области. Они соревновались по 39 компетенциям самых разных отраслей. От строительства и информационных технологий до творчества и сферы услуг. Лучших молодых специалистов выбирала профессиональная жюри, в состав которого вошли работники предприятий и мастера производственного обучения. Саровский политехнический техникум традиционно готовит к чемпионату студентов по разным компетенциям. В этом году в направлении электромонтаж победителем стал Дмитрий Матвеев. Молодой человек – один из немногих, кто владеет программой КНХ – системой управления «Умный дом». Такие площадки, как WorldSkills, помогают студентам проявить себя, чтобы будущие работодатели заинтересовались кандидатом. Протокол КНХ позволяет связать множество устройств в одну систему и с этой системой можно управлять, например, целым домом. Сложность этого оборудования заключается в том, что это новая технология, она достаточно дорогостоящая. Например, на конкурсе у нас один стенд стоит порядка 400 тысяч. Блестяще проявить себя удалось еще одному студенту политехнического техникума. В компетенции обработка листового металла Дмитрий Чепегин занял третье место. Он кропотливо готовился к испытаниям с научным руководителем Игорем Савиным. По условиям чемпионата второкурснику нужно было сконструировать самолет Ан-2, нарисовать чертежи, изготовить детали и собрать кукурузник. На выполнение задания участник потратил 16 часов. Во-первых, нужно правильно положить лист металла, чтобы все можно было разметить. Потом нужно с болгаркой очень долго работать. То есть буквально вот ведешь, ведешь и спина очень сильно уставала. Готовый самолет уже проверяли все эксперты. Там были даны основные размеры, которые они проверяли. Высота самолета, ширина, радиусы. Дмитрий Матвеев теперь готовится к выступлению на всероссийском этапе чемпионата в составе региональной сборной. Участие в WorldSkills – это хорошая возможность для студентов среднего профессионального образования оценить себя и свои профессиональные навыки, получить опыт работы с дорогостоящим оборудованием. Спешите делать добро и дарить праздничное настроение тем, кто нуждается в заботе и внимании. Канал 16 приглашает горожан присоединиться к благотворительной акции «Мы помогаем». Мы – это все неравнодушные жители города, у которых есть возможность помочь одиноким бабушкам и дедушкам, подарить им частичку своего тепла перед самым главным праздником – Новым годом. Принять участие в акции можно до 30 декабря. Подробности далее. Стандартный набор продуктов – крупы, макароны, чай, сладости. Теплые слова и внимание, что еще нужно для того, чтобы сделать счастливее пожилых людей, которых некому поздравить в новогодние праздники. Канал 16 запускает ежегодную благотворительную акцию «Мы помогаем». Сейчас непростое время и, к сожалению, у многих наших пенсионеров, которые волей судьбы остались одни в этом мире, у них просто нет возможности как-то даже побаловать себя в Новый год, купить какие-то сладости, какие-то другие элементарные продукты питания, как-то разнообразить свой праздничный стол. Наш долг – подарить им частичку праздника, подарить новогоднее настроение, как-то помочь. Дарить радость одиноким бабушкам и дедушкам нашего города стало доброй традицией. Акция существует уже несколько лет. За это время команда канала 16 исполнила новогодние желания десятков саровских пенсионеров. В наших силах сделать все, чтобы в канун волшебного праздника нуждающиеся пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В прошлом году я от лица нашей телекомпании вместе с Александром Михайловичем Тихоном, главой города, вручала подарок жительнице его округа. И надо было видеть лицо вот этой бабушки, которой принесли, ну, казалось бы, мелочь, продуктовый набор и календарь городской думы. Но она была так счастлива даже не сколько тому, что мы подарили ей какие-то сувениры, продукты, сколько, в принципе, вниманию. Приносить можно не только продукты питания. Теплые вещи, предметы быта и гигиены, а также праздничные сувениры станут приятным сюрпризом для старшего поколения. Все собранные презенты команда канала 16 рассортирует, упакует и в конце декабря подарит одиноким бабушкам и дедушкам. Мы сотрудничаем с Управлением социальной защиты населения Сарова, которое предоставляет нам списки нуждающихся. В том числе мы тесно дружим с волонтерским центром «Радость моя» и гуманитарным складом, куда также приносят пожертвования, в том числе для стариков. С депутатами городской думы, которые знают людей, нуждающихся на своих округах. И также, в принципе, все жители города могут нам сообщить о своих соседях, одиноких бабушках и дедушках. Я думаю, что мы также найдем возможность им помочь. Передать продукты и новогодние подарки для пенсионеров будет несложно. Каждый понедельник во время съемок программы «Хочу сказать» в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов наши журналисты организуют сбор. Презенты для бабушек и дедушек также можно принести по адресу Силкино, 41, второй этаж, по будням с 10 утра. Подробная информация по телефону 60131. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова